Открытия последних лет доказывают, океаны воды есть не только на нашей планете, а где вода, там и жизнь. Шестой спутник Юпитера Европа – один из главных претендентов на обитаемость. Его поверхность покрыта ста-километровым слоем льда. По расчетам специалистов, именно под этим ледяным панцирем и находится вода. Расчеты показывают, что уже на глубине где-то 80-100 километров лед должен превратиться из-за высокой температуры и давления высокого в жидкую воду. Это предположение косвенно было подтверждено многими соображениями. Например, магнитное поле есть у спутника Европа. А оно может только в том случае быть, если электрические токи текут в недрах планеты. Поскольку железного ядра там нет, единственная версия, что это океан соленой воды. Правда, условия для жизни на Европе экстремальные. Под ледовой толщей огромное давление. Туда не проникает солнечный свет. Казалось бы, о какой жизни может идти речь? Доказательства – вот эти образцы. Их привезли в МГУ из Антарктиды. Два миллиона лет эти микробы, изолированные от внешнего мира, жили на полукилометровой глубине при температуре минус 20 градусов. Они не только выжили, но и оказались способными к размножению. Существуют вот такие очень экстремальные для жизни ситуации, в которых, оказывается, микроорганизмы прекрасно не только выживают, не только способны переживать, но даже способны функционировать. Исследования Арктики и Антарктиды показали – даже там, на больших глубинах, есть жизнь. Скорее всего, она есть и на Европе. Если жизнь все-таки может возникнуть в каких-то условиях, то самые необходимые элементы для этого на Европе, по-видимому, существуют. Второй кандидат на обитаемость – спутник Сатурн и Энцелад. Его диаметр всего 500 километров. Так же, как Европа, он покрыт льдом. Более того, на нем есть гигантские трещины, из которых бьют водяные фонтаны высотой в десятки километров. Если на Европе надо сверлить 100-километровый слой льда, то на Энцеладе не надо. Надо просто подлететь и взять пробы воды, которая фонтанами бьет из этих трещин. Чтобы найти примитивные формы жизни вне Земли, далеко лететь не надо. Почти каждая планета вместе со своими спутниками в миниатюре повторяет Солнечную систему. Чем дальше спутник от планеты, тем вероятность обитания уменьшается. Удачное расположение в так называемой зоне жизни, в которой оказались когда-то Земля, Европа, Энцелад, позволило сохранить им воду в жидком виде, а значит и возможность появления биологической жизни.